В своей поэтике, Аристотель раскрыл основы эстетического учения, введя такие понятия, как мимезис, или подражание, и катарсис, или очищение духа в процессе сопереживания. Эти идеи оказывали большое влияние на развитие эстетической мысли вплоть до нового времени. Натурфилософские воззрения Аристотеля представлены в книгах «Физика» и «О небесах». Особо следует отметить его, трактат, «Риторика», в котором обобщен большой опыт классической Греции в ораторском искусстве. Аристотель определял риторику как средство убеждения, которым должен владеть и оратор, и воспитатель юношества. Риторическое искусство заключалось, по его мнению, в соединении по особым правилам логического и нелогического, рационального и иррационального, оно связывалось с эстетикой и давало человеку общую способность находить возможные способы убеждения применительно к обсуждаемому вопросу. Из высказываний Аристотеля по вопросам воспитания можно сделать вывод, что главной его задачей он считал сообщение ученикам основ знаний из различных областей и выработку у молодежи способности самостоятельного суждения. Вопросы воспитания и обучения затрагивались Аристотелем практически во всех его основных сочинениях. Он продолжал развивать идею государственного воспитания и обучения молодежи. Человека он называл, политическим, т.е. Общественным животным. Однако он не принижил и значение семейного воспитания, как это фактически наблюдалось у Платона. По Аристотелю, семья и семейное воспитание соответствуют особенностям человеческой природы. Воспитание детей с 7-летнего возраста обязательно должно находиться под контролем государства Полиса. Семейное и общественное воспитание должны соотноситься друг с другом как часть и целое. Главная цель воспитания – формирование у молодежи добродетели. Воспитание по своей природе должно быть довояким, так как в обществе, по мнению Аристотеля, система, раб-господин, столь же естественно, как в семье, жена-муж. Рабы должны приготовляться к труду, а дети свободных должны иметь необходимый досуг для развития ума и телесного совершенствования. Дети аристократов должны получать наилучшее образование, ибо им предстоит управлять государством. Аристотель уделял большое внимание рассмотрению проблемы-факторов, влияющих на развитие человека. Он выделял три основные группы факторов. Внешний, окружающий человека и воспринимаемый органами чувств мир. Внутренние силы, развивающие в человеке присущие ему задатки. Целенаправленное воспитание способностей человека в необходимом для общества государства направлении. Воспитатель прежде всего развивает душу, которая, по Аристотелю, имеет три части, выполняя различные функции. Растительную, питание, размножение, животную, ощущение, чувство, разумную, мышление, познавательная деятельность. Высшие функции возникают на основе низших, вследствие чего сама природа души требует единства различных сторон воспитания физического, умственного, нравственного и эстетического. По сути дела, Аристотель первым сделал по Подку теоретически обосновать необходимость способствовать с помощью воспитания гармоничному развитию личности. Разум, по Аристотелю, является функцией души. Умственное воспитание имеет первостепенное значение. Его неправильность ведет к деформации души, духовному оскудению. Поэтому главная задача воспитателя – развивать природу ребенка через совершенствование его разума. Аристотель подвергал сомнению учения Платона о трансцендентальных идеях, полагая, что ум ребенка от рождения есть, чистая доска, которая заполняется в процессе жизни, и предложил свою концепцию воспитания и образования. Рассматривая вопросы воспитания и образования, Аристотель придерживался возрастной периодизации и развития детей, предложенной еще пифагорийцами и обоснованной Платоном. От рождения до 7 лет, от 7 до 14 лет, от 15 лет до 21 года. Воспитание ребенка до 7 лет должно осуществляться в семье, а после этого в школе. В самом процессе обучения, насколько можно судить по различным трудам Аристотеля, в которых содержатся его соображения по проблемам воспитания и образования, он выделял несколько этапов. На первом, подготовительном, ребенок должен овладевать умением писать, читать и считать. Совершенствоваться физически, занимаясь гимнастическими упражнениями. Развиваться эстетически, обучаясь музыке и рисованию. В ходе всех этих занятий у ребенка должно постепенно развиваться логическое мышление. На этой базе юноши на следующей ступени обучения должны были приобретать традиционные. 36. Знания о природе и обществе, о человеческой истории. В дальнейшем юноши из кругов аристократии, занимаясь риторикой и поэтикой, должны были готовиться к участию в государственной жизни. По Аристотелю, образование свободных граждан не должно было иметь трудовой направленности, поскольку производство материальных благ было уделом рабов. Касаясь методов обучения, Аристотель полагал, что они должны опираться на внутренне присущую человеку способность к подражанию. Повторение, следование примеру, образцу соответствует природе ребенка и доставляет ему чувство удовлетворения и радости. И умственное, и физическое, и нравственное воспитание требует использования постоянных и достаточно продуманных упражнений, частых повторений желательных для учителя действий, вызывающих у детей чувство удовольствия. Влияние Аристотеля на последующее развитие педагогической мысли и на практику школы было огромно. Особенно оно ощущалось в эпоху поздней античности и средневековья. Просвещение в эпоху эллинизма, 3 Айвв. ДН.Э. Обычно начало эпохи эллинизма связывают с годом смерти Александра Македонского, 323. Завершается эта историческая эпоха в конце Айвдан.Э. Она характеризуется прежде всего распространением греческой культуры на обширной территории Средиземноморья, Ближнего Востока, Закавказья, Северной Африки. Завершается это время подчинением эллинистических государств Риму и Парфии. Культурная жизнь той эпохи характеризовалась сложным переплетением эллинских и восточных элементов, в том числе изменением традиционных форм воспитания в странах Ближнего Востока под влиянием воспитательной практики греческих полисов. Происходила и смена идеалов воспитания. Если В классической Греции идеал воспитания видели в героической личности, то в эпоху эллинизма идеалом стала самостоятельная, независимая и сильная личность мудреца. В эллинистический период получили развитие государственные учебные заведения, подчиненные местной власти городов полисов или непосредственно центральной власти монарха, как это имело место в Александре и Пергаме. В эллинистических полисах контроль за школами осуществлялся народным собранием и городской администрацией. На народном собрании обсуждались важнейшие проблемы образования. За исполнением решений следили специальные чиновники. Школы постепенно становились достаточно организованными учреждениями со своими помещениями, учителями и руководителями, с холархами. Вот как представляется примерный круг рассматриваемых на уровне полисной власти проблем управления школами. Правила внутреннего распорядка в школах Строительство и открытие гимнасии и полистер, библиотек и театров, а также сбор средств для этих целей. Издание декретов, регулирующих содержание образования. Решение о прославлении правителей. И лиц, открывающих первоначальные школы и помогающих гимнасиям материально. Обсуждение правил обучения, качество преподавания. Выборы на один год учителя и заключение с ним соглашения. В эпоху эллинизма элементарное образование дети получали в дидаскалиенах, государственных и частных начальных школах для детей с 7 до 12 лет, общедоступных для всех свободнорожденных. Здесь обучали грамоте, арифметике, литературе, музыке, рисованию. Обучение, как правило, вел один учитель, а за поведением ребенка следил, как и раньше, педагог-раб, приставленный смотреть за детьми и предупреждать их шалости. Государственные дидаскалиены платили учителям до 700 драхм. В год, что позволяло им жить достаточно безбедно. Особо отличившимся учителям Полис выдавал денежные награды и издавал в их честь почетные декреты. У александрийского поэта Трифдаен.э Герода в сочинении, Мимиамбы, есть яркое описание разговора матери ученика с учителем. Перед нами предстает типичная картина обучения и воспитания. Сын избегает школьной учебы, попал в сомнительную компанию и увлекся игрой в орлянку. Мать жалуется учителю, что сына не застать дома, а учитель говорит, что своего ученика он не видит в школе. Вот небольшой отрывок из сетований матери. Небось не скажет он, где дверь его школы. Куда тридцатого, ах, чтоб ему, деньги вносить должна, хотя бы как на наг, выла. Зато и горный дом. Покажет хоть кому. А вот доска эта, что каждый месяц я усердно тру воском, сироткой бедной лежит себе тихо. Он ни аза не разберет в письме, если ему не повторить, ну хоть раз с пяток буквы. Тридцать семь. Из этого фрагмента видны и заботы матери об учебе сына, и характер платной частной школы, и даже некоторые школьные принадлежности. Далее из текста видно, что обучение сына для матери дело очень важное, так как грамотный сын сможет обеспечить ее в старости. В стихах Герода далее раскрывается, как мать сама, в домашних условиях пыталась обучать сына, но ничего не получилось. Мать обращается к учителю с просьбой не только продолжить обучение, но и использовать при этом наказание. Пори, да так пори, чтоб душонка гадкая лишь на губах висела. Физические меры наказания в эллинистической школе были весьма разнообразны и изощрены, вот что говорит учитель. Я сделаю тебя скромней любой девы, и, коль на то пошло, не тронешь ты мухи. А где мой едкий бич, где бычий хвост, коим кандальников и лодыри я всех мечу. Подать, пока не вырвало меня желчью. Археологами были найдены ученические таблички эллинистической эпохи. На некоторых из них сделаны надписи воспитательного характера, например. Будь прилежен, мальчик, чтоб тебя не выдрали. По этим табличкам можно составить представление и о методике обучения письму. Например, каллиграфическим почерком учителя сделаны прописи, переписан стих из поэмы, труды и дни, Гесиода. Далее идет копирование учеником предлагаемого образца. На других табличках сохранилась запись текста басни нравоучительного содержания с исправлениями учителем ошибок и троекратным повторением заданного им образца. Для начального обучения чтению, осуществлявшегося буквослагательным методом, учителя выбирали краткие тексты типа пословиц. Учись спокойно гнев друзей переносить и все, как Бога, будут чтить тебя всегда, почитай родителей, и т.п. Школьники приходили в школу с табличками, цирами, покрытыми воском. В эллинистической литературе есть, например, упоминания о такой распространенной детской шалости. Ученики соскабливали с табличек воск и делали из него фигурки для игры, за что наказывались учителем. Положив свою табличку на колени, ученик упражнялся в написании букв и слогов, выцарапывая стилем текст. В школах имелись уже и учебные пособия. Модели геометрических тел, ящики с песком для упражнения в черчении, таблицы с примерами на четыре правила арифметики, счетные приспособления. Субтитры делал DimaTorzok